Тимур, приветствую вас. Смотрю официальный сайт, график гастролей. После Кроку Сити Холла 29, прямо на следующий день Тверь. Да? Да? Все правильно. И вообще, в принципе, очень плотный график с большой амплитудой географической. То Париж, то Бишкек. На чем летаете? На собственном джете? До собственного джета еще я не дорос. Периодически чертырим, либо летаю рейсовыми самолетами. То есть собственный джет, это, я считаю, критерий уже суперпопулярности. До этого надо немножечко дорасти, хотя бы еще годика 3-4 мне помочится так. Потом будет собственный джет однозначно. Ох, как скромно. Я думал, что что значит суперпопулярность? Я думал, что уже есть суперпопулярность, потому что зайти в интернет там и так... Что важно отметить, наверное, за последние 10 лет мне удалось совершить кроссовер. Это английский термин, который обозначает пересечение границ. Соответственно, я вместе со своим музыкальным лейблом и с форматом музыки, который я произвожу, сделал кроссовер. Пересек границу России, но не на пост-снгшном пространстве, а не только Украина, там Белоруссия. То есть мы активно гастролируем и делаем туры в Европе, в Азии, в Америке. То есть мой диджитал-контент, CD-носители и мои треки и синглы, они выпускаются сейчас по всему миру. Поэтому это лишь вопрос времени и правильной стратегии, правильного материала до того момента, как я созрею до собственного джета. Но с кроссовером-то здесь, по-моему, просто на самом деле повезло, потому что верно было выбрано направление, жанр. Потому что я буквально перед вашим визитом позвонил своему давнему товарищу, Саше Толматскому, известному вам, чтобы проконсультироваться у него. И он говорит, что сейчас, по его версии, половина хит-парадов – это рэп. То есть уже хип-хоп стал мейнстримом, то есть он уже вышел из ниши субкультуры. И поэтому вы просто, мне кажется, очень верно в свое время поставили на это дело. Безусловно, мы, как представители этой индустрии, зарабатываем деньги, делаем бизнес. Помимо этого, кайфуем от той музыки, которую производим, и смешиваем хип-хоп и его классические каноны с новой танцевальной музыкой. И получается некая квинтэссенция, которая, безусловно, является мейнстримом. Все, что попадает в чарты, оно становится мейнстримом. Любой, даже самый гетто-рэп, который попал в какие-то чарты, он становится поп, популярной музыкой, так сказать. Поэтому я совершенно не стесняюсь этого названия. Хоть поп, хоть мейнстрим, хоть как, назови, но победителей, по сути, их не судят. Собираешь площадки, качаешь по всему миру, зарабатываешь деньги, делаешь людей счастливыми на концерте. Что может быть лучше, чем заниматься любимым делом и быть успешным человеком? Ну, есть разные варианты, что может быть лучше. Но вы деньги зарабатываете ведь не только музыкой, а так понимаю, что вот линия одежды Blackstar, да, это как бы тоже в общем-то... Еще будучи совсем подростком, в возрасте 13 лет, я уехал в Америку, там прожил 3,5 года. А я перепью, вы уехали в Америку по еврейской линии или как, вот с какого взяли и вдруг уехали в Америку? Нет, я получил письмо от родителей, доверенность на самовывоз, так сказать, и улетел абсолютно самостоятельно в 13 лет в Штаты, но меня, естественно, там встречали, поселили в общежитии при University of California в Лос-Анджелесе, я там учился. А, ну то есть это было уже вот середина 90-х, я так понимаю, то есть когда уже не было проблем. Да, и к чему я все это говорю? Я с жадностью как губка впитывал в себя информацию и материал того, что происходит на американском рынке. Я смотрел для меня ярчайшими примерами, был там Snoop Dogg, P. Diddy, я не знаю, Dr. Dre, Bass Trimes, которые вокруг себя строили некую империю, интертеймент-империю, основывающуюся на собственном бренде, то есть под бренд артиста, под его, он являлся пулом для всех остальных направлений, выпускались алкогольные напитки, газированная вода, линия одежды там и так далее, то есть все, в чем может себя реализовать человек как бизнесмен, артист, в чем себя может реализовать как бизнесмен. Или все черных, и при этом Eminem, который в общем-то в этом жанре номер один, как-то не упомянули, то есть вы считаете, что Eminem, он как-то не вписывается в линейку ваших кумиров? Ну, дело в том, что если посмотреть на историю того, каким образом появился Eminem, Eminem появился на рынке исключительно из-за доктора Dre, который привел его на этот рынок, который нашел его и разыскал этот талант, также в свою очередь доктор Dre вместе с Eminem потом привели на рынок 50-сента и так далее. Eminem не появился сам по себе. Безусловно, он очень талантливый, очень крутой исполнитель. Да лучше, я считаю. Для меня в хип-хопе нет лучшего исполнителя. Для меня есть отдельно очень крутые персонажи, которых я уважаю, а лучшего нет. Возвращаясь к одежде, этот прикет, это собственная линия? Это Blackstar или... Вот это Blackstar, это Blackstar, вот то, что сверху, это нет. Ну так. А обувь? Обувь нет, мы пока что не занялись выпуском обуви, то есть руки не дошли до этого, потому что охватить необъятное сразу невозможно, степ-бай-степ, потихонечку. А почему без шнурков? Как-то без шнурков удобнее, у меня вся обувь на резинках, мне шнурки не нужны. И лень их завязывать, нагибаться надо и так далее, а тут так раз, а дело пошло. А у вас отличается прикид от вот сценический и в быту? То есть вот вы ходите... Это замечательный вопрос. Вот моя история, это совершенно не про перья, стразы, а кардебалеты и так далее. То есть это совсем не моя история. Я живу реальной жизнью, и я нахожусь постоянно в своей собственной реальности. На сцене, дома, общаясь с вами, то есть как бы... У меня нет какого-то образа. Я одел на себя звезду, одел шубу, нанес грим, и вот на сцене верка сердючка. Нет, а потом через бэкстейдж выходит маленький лысый чувак, садится в машину и везет домой. Нет, вот это не мое. Я нахожусь в реальности, постоянной. Ну, к вопросу о кардебалете и реальности, я обратил внимание, что вы на студию приехали, как вы это назвали, группу поддержки. То есть с вами... Ну, с друзьями, да. Друзья, да. Вы и путешествуете вот так вот в этом составе? Мы большими компаниями всегда путешествуем. Меня сложно найти и встретить где-то в Одинаре. То есть исключительно только если на каких-то утренних пробежках, которые периодически случаются. Вот тогда могу один. А где вы в Москве умудряетесь пробегать? В Лужниках? Да. В одиночку? Да, абсолютно. Ну, сейчас там фанаты будут искать. Лужники большие, можно долго искать. Неделю. А, вы уже знаете, где Новый год будете отмечать? С кем? Есть мысли на этот счет. У вас же елки будут. Я не работаю на елках. Не работаете на елках? Нет, принципиально нет. Можете себе позволить отказаться от самого сытного сегмента творческой деятельности отечественного шоу-бизнеса? Я достаточно зарабатываю денег для того, чтобы не работать на елках. А сколько это достаточно для Тимати? Достаточно для того, чтобы полностью содержать весь свой лейбл, всю компанию, даже на автономном режиме. Даже если все направления моего бизнеса будут в минусе, мне достаточно будет денег для того, чтобы их даже содержать. Содержать себя, содержать их и семью, опять же. Бизнес, значит, помимо линии одежды еще ресторан, да? Мы сейчас не занимаемся отдельными, как вот лакшери-вип-сегментом, ресторанами больше мы не занимаемся и не занимаемся клубами, потому что, к сожалению, на это время не хватает. У вас же был собственный проект. Не один, да, вместе с Аркадием Новиковым, Блэк Октобер был, был Би-Клаб вместе с Сашем. Это кинотеатр Октябрь, да, просто вот его внизу? Да, да, Би-Клаб это был на Страстном бульваре. Значит, был, значит, вы ушли, да, из этого сегмента? Мы полностью, да, отказались от этого бизнеса, потому что он очень энергозатратный, а мне есть куда вкладывать энергию, у меня растет компания очень сильно. Я сейчас активнее всего занимаюсь молодыми артистами, занимаюсь линией одежды, и я собираюсь делать небольшие кафе по всему городу, именно сеть. Фастфуд или такие? Да, это будет ближе к фастфуду, это такая некая граница. Ну там с Wi-Fi, наверное, да, такие на молодняк рассчитанные, да? Да, мы сейчас запускаем этот проект тоже. Помимо этого студию звукозаписи свою строю. Хорошо, а вот я так понимаю, что самое большое удовольствие, ну, по заяве, по позиционированию доставляет музыка, а что из... вы же не просто ради денег этим занимаетесь, это для удовольствия, да, вы все это делаете? Когда ты начинаешь строить бизнес ради денег, я думаю, что он обречен на провал. Реально. Любой крутой бизнес, который именно строится только вот... Вот Роман Аркадьевич не знает, да. Вот, ну, я думаю, что он недолгосрочен, это недолгосрочная перспектива. Если хочешь построить что-то глобально крутое, у тебя в первую очередь должна быть цель, она должна быть правильная, должна быть миссия, должна быть идея, а потом уже монетизация, безусловно, я руководствуюсь только этими принципами. И у моей компании есть и своя стратегия, и цель, и миссия. А кто ее прописывает в стратегии? Мы вместе с моим основным партнером, который зовут Пашу, он также общеизвестный достаточно деятель по нашей части. Вот, и наша миссия, она стоит в следующем... По вашей части, я переведу, по рэп-части? По части интертеймента, развлекательной индустрии. И миссия наша, она стоит в следующем. Мы хотим поменять рынок в стране и поменять восприятие нашей интертеймент-индустрии в мире, для того, чтобы на Россию смотрели с уважением. Мы очень много для этого делаем. Помогаем молодым ребятам, ищем талантов, хотим их продвинуть, хотим, чтобы они тоже болели нашими ценностями. Хотели заниматься спортом, хотели зарабатывать деньги, хотели стремиться не деградировать, а идти вперед, развиваться, учиться, стремиться, добиваться и зарабатывать деньги. Это основная цель нашей компании. Звучит так, как вот, ну, такой социально одобряемый, такие заявки, которые не вполне вот ввяжутся с имиджем, потому что... Надо просто немножко ближе знать меня и мою команду, для того, чтобы понимать, какие мы на самом деле, чем мы занимаемся в действительности. То есть медиа, она все равно диктует свой какой-то некий шлейф, который после одного небольшого общения или там вечера, проведенного в компании, очень быстро смывается. А нет мысли, кстати, я просто сейчас глядя на вас, открыть тату-салон, чтобы там набивать... Я думаю, что в рамках студии звукозаписи будет тату-салон свой. А когда будет студия звукозаписи? Я думаю, что мы закончим проектирование через три месяца, так как американская компания делает полностью акустическое планирование, там, огромное количество оборудования. К лету построим. А вы будете каких-то подтягивать западных звезд, которыми вы записывались, вот сюда? То есть они как-то будут участвовать в продвижении? Моя компания, помимо того, что занимается, там, диджитал-контентом, артистами, выпуском одежды, занимается организацией мероприятий, проведением больших концертов, там, еще каких-то мероприятий, частных мероприятий. Мы достаточно много привозим артистов. Кого вы привозили в последний раз? Snoop Dogg, DMX, Bass Trimes. Это вы привозили, да? Да-да, Mario Winans. Ну, целый ряд больших артистов. А у вас есть ведь брат, да? И, ну, так его не особенно видно, вы его не пиарите. Не то, что я его не пиарю, он не нуждается в пиаре, потому что он не медийная единица. И он никогда не стремился к этому. А чем он занимается? Он занимается бизнесом. Он закончил только Лозаннский университет отельного менеджмента и администрирования. Вот. И сейчас в Майами будет открывать сеть ресторанов. А папа у вас ведь тоже бизнесмен, да? Папа на пенсии. Папа на пенсии, то есть бизнесом не занимается? Папа на пенсии. Понятно. Пенсионер. А? Я понял, да. Раз на пенсии, значит, пенсионер. Скажите, а вы в Америке часто вообще бываете? Вы же поднялись в Америке. Да, я очень много времени провожу в Штатах. Ну, как, не так, чтобы прям уж подавляющее большинство. И какое любимое место в Штатах? Все зависит. Зимой люблю Майами, Л.А. круглосуточно, круглогодично, Нью-Йорк. В основном для меня Америка – это три места. Это Нью-Йорк, Л.А. и Майами. Хорошо, а в Москве какие любимые места? Ну, помимо лужников, где вы растекаете, есть какие-то точки, где вот вы можете сказать, что это любимое место, такое оазис? Я живу внутри Садового кольца, однозначно. Тут каждое место, каждый скверик, каждый дворик, он мне родной. Вырос на проспекте Мира. Сейчас живу уже в районе Кутузовского. Ну, так же там и люблю и Чистые пруды, и Патриарши, и Поклонную гору. Столько всяких мест, с которыми связаны воспоминания из детства, какие-то события. Я вообще поклонник своего города. У меня столько возможностей было переехать жить и в Париж, и в Нью-Йорк, и в Л.А. Но я остался в Москве, потому что реально я люблю этот город по-настоящему. Это правильно, мы сейчас на московском канале, так что это тем более правильно. А вы можете вспомнить, вот вы сказали, какие-то мероприятия, тусовки, какое-то вот мероприятие, которое вас перепахало и отпечатало? То есть, что вы после этой вечеринки, или что-то вас там пробило на какой-то новый проект, или осенилось чем-то, вы можете какие-то знаковые такие тусы вспомнить из своей биографии? Если мы будем говорить про клубную Москву... Ну, например... Можем поговорить о клубной Москве? Я до сих пор считаю, что лучшим в истории клубным проектом города Москвы был клуб Дягилев, который полыхнул в свое время. Именно после этих самых вечеринок мне, наверное, и пришла в голову идея делать свои какие-то клубные проекты. Я был очень сильно впечатлен. Я считаю, что московский клубный рынок, он сейчас настолько перенасыщен, и настолько людям это уже неинтересно, что клубы сами по себе, понятие клубов отмирает. То есть, люди сейчас предпочитают вместо дорогой и богатой тусоваться в андеграунде, где в кирпиче висят какие-то непонятные люстры, где играют минимал хаус и дип какую-то музыку. То есть, народ стремится к андеграунду, и все хотят тусоваться в барах, в лофтах. Более-менее напоминает такой андеграундный Нью-Йорк. Вот то, что происходит у нас. Что касается каких-то событий, да, большие концерты, привозы, куча тусовок, я не могу из них вычленить какие-то самые яркие, потому что они все достаточно яркие. Я не хожу просто так на какие-то события, мероприятия, просто ради того, чтобы сходить. В моей жизни слишком этого много. Поэтому я очень выборочно хожу на мероприятия именно на те, которые мне нравятся. И совершенно на разные, от инаугурации до балета, до каких-то театральных представлений, до мюзиклов, до цирка, до солей и так далее. То есть, какие-то отдельные точечные мероприятия, которые мне нравятся, я выбираю для себя. Самое яркое я не готов назвать, однозначно. Понятно. Вот вас там Дягилев на что-то сподвих, а кто из людей... То есть, у вас были какие-то, помимо людей, на которых вы равнялись, западные звезды, были какие-то гуру здесь? Вы же начинали с Децлом. То есть, вот были люди, которые на вас очень повлияли в плане выбора? В основном, это люди, которые оставались во многом за кадром. То есть, серые кардиналы медийных ресурсов. Ну, можно их отзвучить? Да, называть их фамилии, имена. Незачем просто. Вот они сильно повлияли на мое становление, именно общение с ними. На нашей эстраде я, на самом деле, мало кого уважаю, но назвать имена больших музыкантов, которые мне нравятся, я, конечно, готов. Мне очень нравится то, что делает Земфира. Я считаю ее абсолютно самобытным и очень крутым, крепким артистом. Я очень уважаю Игоря Крутого. Он очень много мне помог в жизни. И всегда я знаю, когда я позвоню за помощью, за советом, он всегда будет для меня на телефоне. Я очень люблю Гришу Лепса. Это мой хороший друг. И я очень горжусь именно нашими теплыми дружескими отношениями. Вот, наверное, как-то вот... Понятно. ...основной список тех людей, к которым я испытываю уважение у нас здесь. — Я вот здесь нашел в особых приметах, у вас написано, что у вас два шрама от пореза ножом на животе в районе солнечного сплетения. — Давно было. — Происхождение можно узнать? — А? — Происхождение шрамов можно узнать? Или это тоже крайне? — Ну как, ну как в кино. Пал очнулся, гипс. — Вот так вот, да? — Ну, такое детство, на самом деле, было неспокойно. Я всегда с детства был очень загорелый, такой темненький. Вот, а было много проблем с нацистами, там, со скинхедами. Передвигался я, как все нормальные обычные дети. Несмотря на то, что я был из достаточно состоятельной семьи, у меня никогда не было машины с водителем или, там, собственного автомобиля, подаренного, там, папой. Я ездил на метро, в рюкзаке у меня торчал скейтборд, в кармане у меня было, там, 10 рублей на проезд на метро, на хот-доги, там, газировку. — Было много скинхедов, нацистов каких-то. Часто приходилось от них бегать, получать. То мы их били досками, то они нас, там, ботинками с железными носами. Оттуда и такое было горячее, неспокойное детство. — Эпизод из фильма «Жара» — это вот он... Абсолютная правда, и когда Ризо Гигинишвили, который снимал этот фильм, который явился режиссером, позвал нас всех, актеров, кто снимался, он посадил нас вокруг в одном из ресторанов и сказал, «Расскажите истории из детства разные. Из них был слеплен скелет сценария». Вот эта история с побегом от скинхедов, от скинхедов, это была одна из реальных историй из жизни. То есть, это все эпизоды реальной жизни. — Сейчас еще где-нибудь собираетесь сниматься? То есть, у вас фильмография будет расширяться? — Да, безусловно, но я сейчас больше вот в новом проекте, о котором я расскажу, участвую как продюсер, как сопродюсер. Мы втроем как раз сделали фильм. — Втроем? — Паша Худяков, Павел Худяков, Худяков продакшн, Федор Бондарчук, Art Pictures, Тимати, Blackstar. Вместе запустили кино, уже его сняли. Сейчас буквально Паша Худяков вернулся из Лос-Анджелеса, он там доснимал Snoop Dog'а, он у нас тоже снимается. Фильм называется «Одноклассники.ру». — Вы играете себя там, да? — История волшебного ноутбука, да. Я там играю себя, играю эпизод, так как было бы, наверное, некрасиво быть сопродюсером кино, еще играть главную роль, как-то так масломасляное. Поэтому ограничились эпизодом. Но активно сейчас сажусь за саундтрек, занимаясь озвучкой кинофильма, наполнением его музыкальной жизни. — Что выше мы увидим? — В районе марта. Мы в марте. — Марте 13-го года. — Отрелизимся во всех кинотеатрах страны, это будет такой глобальной премьерой, обещаю. — Я про награды хотел поговорить, потому что я заметил, что у вас каждый год несколько титулов, несколько наград по 2012 году итоги еще не подводились. Как вы считаете, что вы самое достойное сделали в 2012 году, за что стоило бы вам получить что-нибудь, какой-нибудь приз? — Я думаю, что оценивать себя как-то достаточно странно. — То, что вы такие скромные, все уже поняли. Хорошо, тогда... — Достаточно странно оценивать себя. Мне кажется, как-то другие люди должны оценивать. Но если уж и заслужил, то с удовольствием придусь наградой. — Хорошо, говорят тогда о списке наград. Вот в 2010 году газета «Труд», что уже доставляет, назвала вас «самым красивым мужчиной». Но здесь просто не расшифровано. Самый красивый мужчина в шоу-бизнесе, в мире. — Я уже по этому поводу высказывался не одиннажды, только это было в 2010 году. Я считаю эту награду оскорблением. — А вот так? То есть я вас труд подставил просто? — Да, я считаю эту награду оскорблением. Вообще говорить мужчине, что он красивый, как-то странно. Мужчине надо говорить, что он успешный, умный, а красивой должна быть женщина. Вообще мужская красота — это некая такая абстракция. И я считаю неприемлемым слышать в свой адрес, что ты красивый и так далее. Это самое глупое, что можно сказать, мне кажется. — Хорошо. Ну давайте все-таки вернемся к информационному поводу, пропиарим мероприятие 29-го. Расскажите, что это будет, как это будет и зачем мы все туда должны прийти? — 29-го ноября будет достаточно интересное событие в моей жизни. — 29-е ноября. Давай до свидания, Москва. — Давай до свидания, Москва? То есть это через запятую пишется? — Город Москва. Крокус-Сити. Тимати. Сольный концерт. — Что это такое и почему я так долго к этому готовлюсь? Этим самым концертом я хочу показать всей российской индустрии, которая так сильно рвется «быть как» на Западе. Покажу, каким образом можно это сделать на абсолютно американском уровне с точки зрения света, звука, исполнения на русском языке. То есть критерий уровня это будет этот концерт. Ну то есть некий показатель уровня, некая суммация 10 лет на сцене моего нахождения. То есть все те, кто вырос со мной на моих каких-то треках, все те люди, кому уже 30-ник, кому 35, кому только 28 исполнилось. Многие они росли, слушая эту музыку, услышая где-то эту музыку. Все эти 10 лет разные треки, хиты ассоциируются с разным временем, с разными эмоциями, воспоминаниями. Это некая машина времени последнего десятка, на которую я предлагаю прокатиться всем, кто в теме, всем, кто слушает, слушал, будет слушать. То есть это шоу, оно действительно будет незабываемое с точки зрения уровня подготовки. Я обещаю, что то, что вы услышите в зале, вы больше никогда, ну там, в ближайшие, наверное, лет 5 не услышите от русского артиста. Действительно. И это не пустые слова. Ну что ж, у нас осталась одна минута. Последний мой вопрос. Мик Джаггер в свое время сказал, что играть после 30 рок-н-ролл западло. Ну что не мешает ему сейчас по-прежнему выступать. Вам в будущем году 30 лет. Когда вы планируете уйти со сцены и выпустить плеяду своих воспитанников? Или вы будете выступать? Я уже выпустил плеяду своих воспитанников. Я не нахожусь на сцене, потому что мне нужно находиться на сцене. Мне есть чем заниматься по жизни. Я нахожусь на сцене, потому что мне это нравится, я это люблю, я это делаю с кайфом. И вот сколько я пробуду в этом состоянии, столько я буду выступать и делать концерты. Сколько люди будут ходить на мои концерты, столько я их буду давать. Ну ладно, я надеюсь, что через 10 лет встретимся и подведем итоги 20-летия Тимати на сцене. Спасибо, было прикольно. Спасибо вам.